приветствую вас друзья очередной серии за францию серия начинается с того что у нас идет война против луки а зачем она идет за тем что мы в нее позвали папу и сейчас пока папа занят пока не смотрит мы будем атаковать бургундию польша не будет помогать бренденбургу она очень-то устала папа занят но то только австрия кельн и плюсом бранденбург продала тут бранденбург ставится вот так вот галочка тут тоже ведь считается речь воспалитая но я не думаю что речь воспалитая должна пойти ведь этот как-то так она странно ну давайте посмотрим попробуем что из этого получится хочу разорвать эту у нее это очень плохо если бренденбург еще заберет эти территории то потом придется еще и против императора воевать когда захочу забрать их будет защищать так что надо это исправить война лик почему-то не начинается протестантов поддерживают и османы и датчане и венеция да и всех остальных очень много из католиков сильных только речь воспалитая бранденбург плюс австрия еще к стиле есть может из-за этого а по а у нас тут хотят императора видеть серьезно внезапно но мне честно говоря императорский трон как-то фиолетово на него перри и надо лучше распускать я знаю люди постоянно пишут в комментариях распустили империю то не так то просто нужно оккупировать одновременно столицы всех юрфюстов но богеме вроде как не нужно так как она уже считается оккупированной и плюс столицу императора а так чтобы выцепить в одной войне это все это тяжело возможно но тяжело так что давайте поехали на бургундию не на тут опять оставили крепость без присмотра мы успеваем зайти на нее также начата огромное строительство военного флота и транспортного флагман также заложен будет у нас 16 больших кораблей крупных 11 торговых кораблей но давайте до 12 доведем и 42 транспортника смотрите как прекрасно у нас остались сепаратисты а генуя нам их подавляет спасибо генуя по против генуи мы сейчас будем заканчивать и мириться не взяли может так нет еще не согласен там нужно будет забрать одну точку скром покажу какую вот такую вот точку мы будем забирать матрега чтобы иметь здесь возможность создавать какие-то претензии там допустим у то россии есть сейчас уже опять союз османами а с грузии уже нету союза я думал через грузии можно будет ее выцепить уже нельзя или на меретью можно будет пойти как-то что-то возможно понадобится всякое бывает так что давайте возьмем вот здесь нашей культуры еще есть но тут брать не буду потому что на генуи не было галочки двойная агрессивка за нее считается так что не надо разорвем союз с венецией может когда-нибудь пойдем напрямую против генуи возьмем деньги но можно прованс разве что освободить давайте освободим а вдруг генуи и выйти она считается еще частью империи так что можно будет его возможно проще захватить и так она закончилась война против бренденбурга метод к сожалению немножко оборвалась запись я вам просто расскажу что тут произошло во первых с лукой тоже замерились забрали полностью но после этого когда закончилась война против луки папа вступил в войну против нас и нас вот разорвался с ним союз но тут можно будет восстановить сделали мы бургундию свободный но она вот даже нету никакого модификатора то что мы их освободили всем вообще пофиг на это все было еще и агрессивка на них огромное висит никакой благодарности забрали мы от них вот здесь вот одну крепость и также разорвали союз бренденбурга и австрии из интересного у нас по соседству есть госпитальеры от него тут получили провинцию а знаете как они получили тут было салутсу здесь были повстанцы и они ски и не знаю как они сюда попали при они как-то высадились то ли здесь восстали без понятия но на данный момент у нас идет война против англии будем забирать колы тут есть также торговый центр торговый порт вот и когда у нас появится дип очки после этой войны перенесем торговую столицу в лондон вот и завершение войны против англии берем деньги репарации плюс одну провинцию если два взять немного народ недоволен и ладно не будем вам сейчас нужна кола осман тем временем полез уже на европу воюет против гену и австрии видимо хочет забрать вот это вот пробку корму до закафу вот сюда можно было бы еще пойти на османа этот россия на на 3 300 заняла плюс 15 у них пока что разница она там еще воюет против дании но вдруг вдруг можно будет еще подписать союз мамлюка он наконец-то этого хочет в лучшем с ним отношения на всех случаев и пообещать ему правки а пока у нас тут относительный мир давайте побоим еще против отстаков нужно наконец-то за золоцем зайти чтобы к нам начали идти золотые флоты открывается у нас полностью индия и выполняется задание колоняльная экспансия мы получим на 20 лет плюс по дистанции прирост поселенцев и вечные претензии на анхру орису и северную карнатаку вот здесь она находится тут понятно дело не достаем мы когда будем воевать против кастелей наверное заберем вот здесь в южной африке сюда достанем нет не достанем чуть-чуть но если вот через такие островки то достанем завершилась также война центральной америки заняли вот так вот провинции одно оставили все таки его отстаков потому что него тут вассал есть не хотелось себе брать этого вассала и плохая новость в том что мин не развалился но него 837 процентов по очкам османы все еще воюют 20 процентов они только взяли но осады у них тут есть конкретные и россия все-таки будет помогать осману закончила войну против дании взяла вот тут вот некоторые территории осман россии тоже будет помогать такое себе выдвигается наша армия на позиции будем воевать против кастелей у них 23000 есть сейчас ухты смотрите как марокко даже в европу зашли на руку c европа венеция хочет помочь венеции ты бы лучше нам против османа хотела помочь то у них оказывается хорошее отношение вот они не хотят так как вообще может быть при том что венеция жаждет османских территорий хотя я бы не сказал венецианское мнение османах 32 минус странно это странно ладно давайте будем начинать прованс тут еще в союзе но поставить галочку мы не можем да и забирать мы его скорее всего ту же хотя хотелось бы там не хватает там еще одной провинции чтобы выполнить задание и получить дальше вечные претензии на бургундию но посмотрим посмотрим как тут будет по грим так завоевание идет арагонская на провинцию ссория на португалию галочку мы будем ставить у них союз только один ну и поехали в новом свете тоже у нас есть вот армии 2 17000 мы их отправим пешком техас будем здесь немного захватывать избивать вот эти вот колонии поймали транспортный флот кастиль и зараза куда-то хотел наверное высадится уже носить хороший адмирал 323 ок потопе еще он три кораблика нужно главное ремонтироваться вовремя богемия 5 начинает какую-то херень утворить зачем они нападают чем смысл вот этих вот атак идиотских ладно еще мы про такую да тут и вынесли очень хорошо берет наша армия столицу португалии лиссабон мы также собираем тут войска будем бить происходит морской бой ну давайте посмотрим наши корабли справиться здесь стоял возле валенсии кастильский флот видимо он сюда пошел нет не пошел сразились хорошо 1 остановимся давайте на ремонт так повстанцы кастильские 1 мы пока пойдем будем выбивать наверное португалию возьмем вот тут столицу и наверное несколько провинций еще заберем во флориде завершилась осада также прованса если я забираю то что он даже не хочет но игры мало идет ладно знаете как мы сделаем они тоже не сделаем у них был союз с бургундией думал через бургундию можно будет его про атаковать ладно я потом его заберу пусть будет не хочу его тут держать наши войска даже в горной крепости смогли победить кастильскую армию тут наконец-то генерала нам начали нормальные попадаться он 63 попался наступательные идеи дают и себе знать да ну и война против португалии считайте окончена сейчас я тут посмотрю что можно взять будем подписывать такой вот мир берем тут остров тут тут вот здесь на юге такую полосочку здесь островок и вот тут три пробки чтобы у нас новая франция сформировалась или как она тут будет называться даже не знаю он больше ничего не влазит игры конечно очень много идет на протуголью кастилью но надо так вот набирать пока их полностью не заберешь кастилья согласно уже на мир 96 денег репарации вот тут вот такая полоса провинций все они отходят арагону что тут очень мало берем за это мирное предложение очков остров святой елены возле африки островок еще забираем южную африку к сожалению не дотягиваемся тут у нас еще колония не поставилась возле конга тут кусочек на карибах и заберем на кубе прованс к сожалению взять не можем они отбили как-то здесь осадой ну ладно черт бы с ним пусть будет так еще сорок восемь монеток дальше очередная война против англии меня даже союзников нету тут перевезли войска они также еще воюют против голландии владея хочет забрать себе вот эту вот пробку и вот состоится оккупирует ее к сожалению нам не получится ее хотя бы оккупировать войне до мир с англией готов забираем вот эти три провинции австрия и британия типа могут сформировать коалицию ну и того англии остается сорок семь процент но если эту заберут то значит на следующую войну мы ее полностью забираем датчане воюют против шведов и поляков господи поляк ну зачем ты лезешь везде всякие жопы он зачем она тебе у россия гарантирует независимость дании вот это интересно а вот это очень интересно быстренько выбить ее из войны порвав только союз османом а потом напасть а вот это вариант давайте будем реализовывать план вытягивание россии через зданию еще и брабан не хочет с нами сражаться это хорошо потому что он у нас здесь находится осаждал бы нам тут пробки кстати начал уже четвертого уровня крепости строить все против османа все чтобы ему было потяжелее осман тем временем себе воюет там как хочет и куда хочет пошел на венецию теперь сейчас и на венгрию ладно давайте будем начинать наверное пусть вот эта пробка будет целью войны или тут вот эти две я бы хотел забрать и но непонятно когда вот эта война закончится приводит а норвежская чтоб поехали россии тут стоят войска прям сразу закинем все что у нас есть один даже на марше пойдет так поймали и уничтожили полностью ей о война сразу да не закончилась до дания приняла условия шведов отпустила их 69 галеру да не да да нет тебе бы против османа посражаться еще один сленкоров да тут у россии тупо одна пехота бегает но вот знаете что надо будет сделать убрать полностью кавалерию и начинать строить артиллерию а то у нас получается передний ряд сражается за ним просто напросто простаивает взяли крепости пскова новгорода рязани сейчас посмотрим они даже белый мир не хотят просто очень мало длится война российские армии пытаются нас атаковать одну в нижнем новгороде тут мы отбились еще идет одна атака под москвой новгорода взяли давай тащи есть при 85 ну зачем вы так издеваетесь датская эскадра аж до испании нашла тут перевез войска чтобы сепартистов подавить такими прихватили их корабли веры даже хорошо разбили отбили они новгород с одной тысячи они так быстро отбивают и 0 осады у генерала взяли москву давайте посмотрим не хотят даже белого мира не хотят ладно нас вот правда рекруты уже закончились постоянно воевать рано или поздно закончится в но есть деньги значит уберем наемников россия наконец-то согласно подписывать мир 95000 они потеряли все равно 90 тысяч еще в запасе ладно подписываем этот мир на 6 лет продлится они вроде как не смогут подписать еще раз союз османом за этот период так что потом их уже нормально про атакуем тут у нас сражение крупные идет морское 1 линкор мы потеряли на потопили 24 галеры 15 из них захвачено можно даже попробовать сюда зайти на него тут стали по-хорошему это еще бы раз их про атаковать линкоры сильно поврежденные уберем второе сражение морское тоже успешно еще 9 галер захватили и захватили также датский флагман и место произошел реванш над датским флотом он еще отступил соседние хорошо мы еще постоим еще и добьем галеры распускать не буду наверное будем использовать их против османа даже выполняется еще задание антарктическая франция нужно было 10 провинций получить в южной америки франции необходимо закрепиться южной америке по невероятно что другие стороны уже утвердились на этом огромном континенте поэтому мы должны быть и готовы к столкновению с политической враждебностью 100 дипки получаем и бонусы на колонистов еще одно сражение против дании потеряли правда два линкора даже не знаю как это так случилось сейчас точно уже надо постоять поремонтироваться завершается осада готланда вы скажете а нафига тебе этот готланд там крепости это всегда такая проблемная скажем так . я хочу ее прямо сейчас забрать и вот эти вот территории дальние датские тоже мы забираем она им точно не надо еще хотят вот здесь отдать это уже слишком много игры пойдет пока что не надо пусть будет так а еще исландию заберем точно 800 монет ничего себе богатенький и репарации тоже берем отлично также осталось совсем немножко до присоединения неаполя наконец-то голландия все-таки взяла здесь эту пробку некрасиво же голландия чё ты зачем ты это делаешь все наконец-то происходит интеграция неополя еще от них получили армию и корабли перемирие с россией подошло к концу 1 мая 600 года у нее даже есть отключены вот две крепости на которые мы попробуем залететь по-быстрому у нас есть фасированный марш немного тут реформу проводил в войсках есть у нас четыре армии по 20000 которых 10 пехоты 10 артиллерии как видите они немножко помустровались я пока шло перемирие ни с кем не воевал надо было восстановить рекрутов 46000 вот есть еще есть 22000 такая армия чисто пехотная но мы потом наберем еще артиллерию ну и давайте будем начинать а также у нас из важных новостей то что поменялся наследник теперь он 364 королю 68 лет и король даже командует армией в крови вообще дикий по характеристиках 5 4 4 4 у него просто пятерка военных способностях вот такой вот он хорош тут есть королева так что все нормально на союз только с генуи давайте папу призовем больше до сих пор в диких займах 6000 она не выплатить наверное их но если у нас мановы посмотрим него 2 900 он тоже сидит достаточно долго в этих займах и даже войны не начинают никакие так пусть будет новгород подтверждаем сейчас посмотрим сюда вот так мы можем только зайти мы если через польшу и тем июня 18 1 июня ладно пойдем отсюда мне кажется тут более безопасный путь а на нижний новгород успеваем до 25 мая все хорошо вот даже вот эта армия до 31 успеется на нижний новгород а значит это успеет до 23 мая на рязань главное тут не поймать российскую армию да они тут без содержания было бы неплохо их поймать сразу ну ладно взятой крепости пскова москвы и россияне и нижнего новгорода сейчас попробуем лететь на вот эту вот армию одна пехота там не состоит сейчас берем новгород и выборг также начинают против нас сформироваться коалиции сейчас бургундия и какие-то там индейцы так что нам нужно будет объявить сразу войну англии когда спадет перемирие а затем и костерии потому что тут еще португалия может вступить в коалицию с ней нету перемирия с костерии еще есть до 602 и думаю мы какую-то двадцатку сюда перевезем вы им против англии победили русскую армию но к сожалению не уничтожили истекли сроки перемирия с костерии на англию я не пошел атакой потому что у нас не было банально претензий на них забыл сделать они уже вступили в корицию теперь нужно не допустить этого случае с костерии так что объявляем им войну войск у нас тут только 20000 есть но будем как-то от обороны наверное играть сначала с россией уже и 73 процента еще наверное возьмем казани и будем мириться они уже согласны то что я хочу чисто себе вот эти вот провинции здесь и здесь а еще хотелось бы вот тут немного бухари отдать ну знаете что там война это была максимально эффективной но тут минус 96 если без репараций то минус 45 ну еще можно тут пободаться еще время есть соглашается россия на девяносто четыре процента забираем новгород вот тут возле новгорода некоторые пробки и сюда идем берем крепости нижнем новгороде и также несколько провинции отходит бухари ну и плюс репарации они скорее всего опять подпишут союз османами они кидают гарантию и на швецию и на ливонский орден так что можно будет их вот так вот выцеплять а потом еще раз атаковать но сейчас переводим войска в европу на фронт против испании арагон очередной раз демонстрирует происходство военные мысли но правда что-то тут не получилось наша армия тем временем стала на саду тольяду одну армию придется оставить в россии тут скоро будут повстанцы новгородские и русские она будет их подавить осаждаем полностью испанские все крепости и португальской и кастильские еще один линкорчик захватили их по-хорошему бы еще обновить до галеонов то всякие ранее караки смотрите будем с португалии мириться таким небольшим мирным договором к стилю выбиваем из союза и репарации от них берем у них есть там союз с папой надо было выбрать ладно папу можно будет куда-то еще позвать а вот с кастильцем будем мириться уже по полной программе берем вот такую полосу на юга иберии также забираем некоторые колонии островочки плюс южная африка ну и на сдачу берем еще денег кориция уже распалась на россию там там семерка пойдет это ничего страшного вот и забираем также англию полностью по-хорошему было бы дождаться вот этой вот 17 админ технологии учили бы 10 процентов админ эффективности игры меньше и дешевле это все корить элемент управления бы поднялся потом у нас тут уже слишком большой наверное так и сделаю наверное дождусь но смысла мириться меня пока что нету пока будем воевать потихонечку в новом свете отправил сюда одну армию мексику увеличим вот эти племена позабираем происходит событие фронда во франции восстание фронды 1648-53 год было пожалуй последним восстанием французского дворянства против абсолютизма монарха она началась с восстанием парижского парламента против внутренней политики кардинала мазарини играющего роль первого министра при пятилетнем ледовике 14 затем последовало выступление высшего дворянства фронта принцев но в конце концов восстание утихло благодаря комбинации успешной дипломатии мазарини череды предательств и неудач парламент был украшен а высшее дворянство потеряла немалую долю своей власти такой исход предвещал эпоху тотального абсолютизма короля солнца до века 14 взявшего власть в свои руки после 61 года у нас тут будет восстание вот я подвел свои войска тут еще было восстание партикуляристов 21 полк мятижный мы его естественно разбиваем без проблем особых война идет мексике увеличиваем ее площадь территорий и нам привозят по 300 монет золотыми флотами но нужно больше золота и также у нас колонии ставится индонезийском регионе весьма тут одна одна еще возле бурнея устанавливается здесь очень крупные государства пробки по 30 по 20 развития любят азиаты в этой игре строить свои города османа такую это австрию у нас тут намечается очень хороший будущий вассал швейцария например ее 66 процентов общая стоимость провинций но при этом у них есть вот такой вот большой количество национальных провинций которыми владеет женева и австрия я думаю можно будет потом через него вернуть эти пробки без агрессивки но и также нужно начать после вот этой войны в мексике присоединять арагон больше мы его увеличивать не будем хотя можно но пусть будет так и на этом моменте давайте будем заканчивать эту серию в этой мы объединили францию и британию немного погрызли россию испанию и даже разбили датский флот на этом все всем пока до новых встреч